сегодня 15 июня здравствуйте мои дорогие подписчики зрители и слушатели моего канала идет обо всем сегодня я должна рассказать о том по моему плану что такое эта самая материя эта самая материя которая будет присутствовать в моем дальнейшем рассказе о совете миров что это за материя если вы когда-нибудь слушали какие-то рассказы о контактах с неземным разумом с пришельцами то вы наверное слышали о таком явлении как белый газообразный какой-то туман загадочный туман который появляется перед контактом из которого выходят эти самые пришельцы так вот что-то подобное что-то подобное только этот самый туман он искусственного происхождения эта самая материя которую пришельцы ну те цивилизации используют как какое-то подобие той материи которая есть в природе я не знаю из чего состоит эта материя на самом деле может быть из фотонов она состоит может каких-то других частиц вот потому что надо знать свойства этой самой материи когда она в чистом виде вот только эти частицы существуют и тогда не дают какие-то свойства вот свойства чистой одной материи состоящей допустим из от них фотонов из от них и бозонов из от них электронов вот это надо знать поточнее когда я была моложе я не знаю сколько мне может быть было лет 30 может быть меньше может больше где-то в районе этого я открыла для себя то что я определила для себя что те частицы которые представляют себе какую-то функциональную деятельность вот они выполняют какую-то функцию определенную я ее наблюдаю эти частицы я хочу назвать именем я их назвала именем они они аббревиатура организованные носители информации общего назначения эти самые они они может быть используются в индуизме под словом как же они называются в индуизме брахма как-то не называются мельчайшие частицы так вот эти мельчайшие частицы которые я назвала а неонами они имеют такое свойство быть везде во всем где-то в большей плотности где-то в меньше плотности отсюда и название ну мы называем третье измерение 4 измерение на самом деле надо называть третья плотность 2-ая плотность 4 плотность то есть плотность все зависит от того насколько концентрировано находятся насколько большая плотность этой самой материи в чем-то вот еще раз очень мелкие и присутствуют везде, и это, можно сказать, единое целое, это единое целое, состоящее из этих мелких частиц. Вот, так как они единое целое, естественно, информация с одного конца Вселенной до другого конца Вселенной передается с помощью этих частиц мгновенно. То есть это первое свойство этой материи, умение переносить информацию на большое расстояние мгновенно. Второе свойство этой материи, которое я наблюдала, почему я и захотела их как-то обозвать, потому что я её определила, она мною чувствовалась, эта материя. Второе свойство – это умение организовываться, самоорганизовываться, такое впечатление, что она поддаётся действию мысли какого-то одного существа, одной Личности, Бога. Я считаю, что Бога – это та самая материя, с помощью которой Он организовывает всё в мире, в мирах, во Вселенной. И она может не только организовывать всё вокруг, но и самоорганизовываться. То есть она может задавать программу не только другим, в чём она присутствует, другим телам космическим, другим даже микроорганизмам, она может самоорганизовываться. Это удивительное свойство. Затем третье свойство. Вот что-то я поймаю себя на мысли, что я всё это раскладываю. Раз, два, три. И вот третье свойство – это то, что она может… Она ёмкая ещё, энергоёмкая. То есть она может вбирать в себя информацию и отдавать информацию. Вот, и причём это большие объёмы информации, несмотря на то, что очень маленький размер у этих частиц, очень маленький. Поэтому я почему-то склоняюсь, что может быть это фотоны, да. Вот, несмотря на маленький размер, они могут вбирать в себя очень большое количество информации и отдавать тоже большое количество информации. Вот. И почему я рассказываю об этих частицах, об этой материи, созданной, сотканной из этих частиц? Потому что на Совете Миров я тесно соприкоснулась с этой материи. Эта материя умеет разграничивать пространство. Вот. Одно из свойств этой материи – разграничивание пространства. Она умеет так разграничивать пространство, что, находясь на одной территории, живые существа могут не видеть друг друга и не чувствовать друг друга, и даже не предполагать, что они находятся на одной территории. На малой территории, на большой территории. То есть это та материя, которая разделяет миры. На Земле, кроме нас, людей, кроме животных, которых мы видим, растений, которых мы видим, существуют ещё другие миры, которых мы не видим. И даже не предполагаем, что они находятся здесь, На той же самой территории Но они здесь находятся И вот это свойство этой материи Разграничивать так миры, что мы не видим, не слышим, не знаем Это совершенно разные миры Существующие параллельно и в то же время вместе Вот это свойство этой материи И она Разграничивает эти миры И может быть в какой-то момент я думала, что в нашей религии Она называется окров Божией Матери Почему? Потому что у матери тоже есть вот это покрывало Вот это покрывало, которым она может накрыть нас И мы будем ограничены от чего-то Мы будем защищены от чего-то Вот одна из свойств этой материи Это защита Ее я видела не один раз А так вот Она невидима Поэтому Она многогранна Как и все частицы, эти самые анионы Которые называют анионами Для условного обозначения этих частиц Они имеют дуальность Они дуальны То есть они имеют какую-то дискретную формулу Из маленьких частиц В то же время волновую форму Это Которая позволяет отдавать энергию Ну и принимать энергию в данном случае Это то, что я могу понимать Возможно у нее не только Эти два свойства Эти два свойства Дискретность и волновая функция Волновое свойство Возможно еще что-то есть Вот Если говорить о непосредственном соприкосновении с этой материи То можно ее заметить В том случае Если Она Действует Как разграничитель Между людьми Разных духовных ориентаций Один раз я ее почувствовала Очень тесно Когда ехала в поезде Я ехала в плацкартном поезде И Мое место было Недалеко От того места, где туалет И Как вы знаете, раньше На тех сиденьях Самых последних Ближе к туалету Сидели люди Которые играли в карты Майданчики Таким образом Они зазывали Людей к игре И обязательно находился Кто-нибудь Вот Который Становился жертвой И Они таким образом Выиграли Какие-то суммы денег Майдан По-моему Переводится Как мелочь То есть Зарабатывали Тем самым мелочью Ехали куда-то И таким образом Зарабатывали Какие-то Денежки Вот Однажды Мне попалось Место Недалеко От таких Майданщиков И я подумала Боже мой Как же я буду Как же я буду С ними Сидеть Они всю ночь Будут играть в карты И я это буду Слышать И как говорится Прям У меня это был Такой негатив Я еще подумала Ну Неужели Ничего нельзя сделать Как-нибудь так Как-нибудь так Не слышать их Не видеть И Не касаться этого Ну К тому времени Я уже знала Что такое Вот эти Анионы Что они имеют Функцию Разграничения Разделения Вот И я столкнулась Как раз С этой функцией То есть Я Как только Об этом подумала Сразу Я потом уже Заметила Что я перестала Их слышать Перестала Их Видеть Чувствовать И Они мне Совершенно Не мешали Всю дорогу Сколько я ехала Я даже не помню Куда я ехала Вот И всю дорогу Я Вообще Их Не знала Не слышала И когда уже Закончился Наш путь Мы Сходили С поезда И я Увидела Их На перроне И подумала Боже мой Я же их Вообще Не слышала Даже забыла Про них Вот до такой степени Эта материя Нас разделила Между собой Несмотря на то Что они всю ночь Играли в карты Всю ночь У них там Происходило Какое-то действие Вот А я их Не слышала Абсолютно Вот Но это Когда я рассказываю Конечно Это Совсем Неяркий пример Кажется Неярким примером Ничего не чувствуется Но когда Когда это было Со мной Я Ясно почувствовала Что Эта Материя Разделяет Если говорить О нашей земле О нашей земле Ну вот Славочка говорил Вячеслав Крашенинников Отрак Вячеслав говорил Что У нас существуют Динозавры Но мы их не видим А почему мы их не видим А потому что Они разделены Как раз таки Этой материи Они близко от нас Находятся В той же Волге Есть Вот Фотографии Есть в интернете Я видела Когда Сверху Фотографировали И был прям Явный силуэт Похожий на Плезиозавра В Волге И в других Каких-то Водоемах Тоже есть Эти самые Динозавры Но мы их Совершенно не видим И никак Не касаемся Почему Потому что Как раз таки Бог разделяет Наши миры Друг от друга И мы Не соприкасаемся То же самое Пришельцы Которые живут И здесь И сейчас Вот В каких-то местах Вот например На Волге Когда мы Жили в Солодушино Значит И вот эти Отроги Глиняные Такие Отроги Бельковые Они были Все испещены Какими-то Такими Пещерами Да Пещерами Где-то Полметра В диаметре Я еще Думала Что же Это Такое Почему Как говорится Вот такие Странные Пещеры Непонятные Что там Может Такого Быть Вот Птицы Нет Не могут Нары Такие Норы Что Это Может быть Вот Как раз Таки Где-то Я слышала Что Вот На Волге В этих Маленьких Пещерах Живут Маленькие Самые Человечки Которые Живут Параллельно С нами Но мы Их не видим Мы не встречаемся С ними Что Еще В космос Она Космос Она Пронизывает Эта Материя Вот Эти Самые Червоточины Между Мирами Проходы Порталы Они Тоже Состоят Из Эти Самых Из Этой Материи Которая Ограничивает Как труба Портал Она Невидимая И в то же время Ощутимая Эта Стенка Трубы Тоже Из Этой Материи Покров Божья Матерь Может Стираться В том Случае Если Его Пробивают Эти Мысли Мысли Существ Которые Находятся В мирах Разной Плотности Если Он Пробивает Таким Образом Материю Что Два Мира Начинают Взаимодействовать Между собой И Здесь Можно Сказать Что Миры Второй Плотности Миры Третьей Плотности Миры Четвертой Плотности Они Взаимодействуют Между собой Миры Третьей Плотностью Могут взаимодействовать между собой, но если они разграничены чем-то, то для того, чтобы нарушить это разграничение, нужно соблюдать правила невмешательства одного мира в другой. Если правила невмешательства не соблюдаются, то человек механически, технически может все это нарушить, с помощью знаний создать какие-то технические условия, какие-то технические инструменты между этими мирами. Допустим, космические корабли, один мир третьей плотности к другому миру в третьей плотности может летать на космическом корабле, то здесь нужна очень огромная энергия для того, чтобы нарушить вот этот запрет, запрет невмешательства одной цивилизации в другую, запрет невмешательства одного мира в другой мир. И вот это огромное количество энергии, оно прорывается в другой мир и при неосторожном использовании может разрушить этот мир. Позднее я расскажу один из ярких примеров, когда вот такое действие разрушило миры и даже планеты. Так вот, и вот помните, Отрак Вячеслав говорил, что инопланетян нет, есть бесы. Что он имел в виду? Он имел в виду вот этот вид взаимодействия, когда миры между собой, они не должны взаимодействовать, поэтому они и разграничены Богом, чтобы они не взаимодействовали. Потому что каждый мир должен развиваться в своей кастрюльке, каждый мир должен находиться в своей кастрюльке и должен вариться в этой кастрюльке и развиваться. А когда какие-то представители из одной кастрюльки хотят попасть в другую кастрюльку, они являются вот именно суть бесами, то есть беспокойными энергосущностями, которые хотят, как говорится, ворваться в другой мир, чтобы внести туда какой-то хаос, какой-то беспорядок, какой-то свой порядок и вмешиваться вот в развитие этого мира. И поэтому это суть беса. То есть любое существо, которое хочет вмешаться в другой мир, оно является суть бесами, с какими бы намерениями оно не прорывалось туда. Вот однажды я видела такую картину, когда к нам на землю прорывались какие-то представители из более высокой цивилизации. Они затратили огромную энергию, они прорвали вот этот вот защитный покров и ворвались в наш мир. Это были представители служения себе. Один из примеров я считаю всегда, вот, конечно, закрытая информация, закрытая информация, которая не открывается, потому что она, в принципе, наверное, никому не полезная будет. Ну, я так открою какую-то завесу, вот, я так догадываюсь, что вот этот самый Тунгусский метеорит, вот это самое событие, оно как раз и есть пример, когда другая цивилизация хотела прорваться к нам, хотела прорвать вот эту оболочку между мирами. Вот. И таким образом они ворвались, затратили огромную энергию, эта энергия разрушила часть леса, который там был, который весь сгорел. И вот этот корабль, корабль прорвался и где-то там на уровне скольких-то метров под землей, как говорится, сгорел. Вот. Конечно, нам не открывается информация, были ли там какие-то представители, либо это было что-то подобие спутника, просто не пилотируемого, а дистанционно направляемого, об этом нет информации. Ну, по тому эффекту, который я видела однажды в видении, мне показано было, что между мирами вот так вот бывают такие прорывы. Вот. И в истории человечества были вот такие прорывы, когда другие цивилизации врывались к нам на Землю, жили у нас. Вот. Это цивилизация третьей плотности, так называемая планета Нибиру, которую мы определяем как Нибиру. Вот. И это, конечно же, нехорошие обстоятельства, нехорошие такие действия, которые и Славочка говорил, что это бесы и, как говорится, не существует никаких инопланетян, существуют бесы. Вот. Это не значит, что не существует других планет, заселенных планет, которые живут и которые просветают, и которые, как говорится, не могут не существовать, потому что Вселенная бесконечна, и глупо понимать, что, глупо осознавать, что мы единственные на территории всей Вселенной, которые имеют какой-то разум, какую-то жизнь. Вот. Естественно. Вот. Плотностью определяется уровень развития, то есть, чем больше плотность этой модели в человеке, тем больше она организовывает этого человека, тем более у него Вселенской мудрости, естественно, тем более совершенен он. Меры второй плотности – это животные, как я уже говорила. Меры третьей плотности – это чистые люди. Чистые люди. Так. Эта материя разделяет представителей двух духовных ориентаций, и представители двух духовных ориентаций не видят друг друга, то есть, они не чувствуют информационного поля для друг друга, они как бы не существуют. Да, они могут видеть, но никак не реагировать, не реагировать – это сделано в цели безопасности, прежде всего в цели безопасности. Даже существует такое правило, когда представителю одной ориентации нужно вступить в контакт с представителем другой ориентации, он посылает так называемый, ну можно сказать, зов. Посылает зов, и этот зов на тонком уровне пробивает вот эту вот пленку, пленку, состоящую из информационного такого разграничителя. И сначала, как это сказать, сначала на тонком плане договариваются наши какие-то тонкие представители между собой, то есть договариваются о контакте. А затем уже мы, люди, разные духовные ориентации, вступаем в контакт по предварительной договоренности на тонком плане. Вот, это тоже свойство умения организовывать другие миры, другие существа, это тоже свойство вот этой материи уметь организовывать. То есть вот эта материя присутствует абсолютно во всем, абсолютно во всем. Поэтому мы говорим, это частица Бога, это, ну если так грубо сказать, образно, условно, это мысль Бога, которая находится везде, абсолютно везде она находится. В каждой частице Вселенной находится вот эта мысль Бога, и она организовывает все. Это настолько совершенное, вот даже можно сравнить с каким-то Вселенским компьютером. Вселенский компьютер, который организовывает все по невидимому для нас движению Бога. Вот он, Бог по клавишам, как говорится, грубо говоря, стучит, и все это организовывается в компьютере. Почему, наверное, и многие такие фантазеры сравнивают нашу Вселенную с каким-то компьютером, который, и мы находимся как бы в матрице. Но это все чушь, конечно, это все неправда. На самом деле мир живой. А вот мир живой, мир совершенный. Несмотря на то, что сатана хочет сделать из нас как раз-таки вот эту матрицу, когда мы будем какими-то единицами, вот, запечатанными в какой-то, не знаю, чип, в какой-то предмет, запечатанными в какой-то компьютер. На самом деле мир живой, на самом деле мысль Бога, вот эта частица, вот этот неон, индусы, наверное, говорят, что это тхарма, она присутствует везде, и она организовывает все. Бог присутствует во всем. Мир настолько совершенен, что мы даже не можем это осознать. Мы не можем даже представить, как осознать это, что вот эти вот частицы, они организовывают абсолютно все. Они организовывают взаимодействие, они организовывают жизнь, прогресс, рост, все-все-все организовывают. То есть мир настолько совершенен. Вот так. Я не знаю, как рассказать о том, что я знаю, как это собрать все, как собраться с мыслями и как все это сделать понятным. Как это все сделать понятным, не знаю.